Всем привет! Спасибо, как всегда говорю, тем, кто пишет комментарии под моими монологами, кто смотрит мои ролики. Мне очень это приятно. Я с удовольствием вас читаю и набираюсь ума разума. Ну, спасибо, конечно, всем тем, кто материально поддерживает канал. Это тоже неплохо. И сразу отвечаю на вопрос. Меня спрашивают, несколько раз уже спрашивали, почему я надеваю футболки групп, которые мне не нравятся. Ну, во-первых, чаще я надеваю футболки групп, которые мне нравятся, а вот эти футболки, вот эту и другие похожие, я надеваю, потому что мне футболки нравятся, а не группа, про которую здесь написано. Я, как старый панк, очень люблю вот такие идиотские абсолютно картинки. Они мне доставляют удовольствие и веселят. Вот это ответ на вопрос. Ну и что мне хочется вспомнить? Хочется не вспомнить, а поговорить о джазе немножко. А именно о пластинке Джона Калтрейна Оле. Или Оле? Оле, наверное. Я не обращался к гугл-транслейтеру, а так вот прочитал Оле. Ну, прочитал, давно уже прочитал. Джон Калтрейн. Любой человек, который слушает рок-музыку и при этом еще читает какие-то заметки относительно пластинок прослушанных, он стопроцентно знает Джона Калтрейна. Потому что он упоминается в отношении рок-музыки очень часто. И Грейтфул Дэд, там, и включая вплоть до Бёрдс. Критики пишут, что он играл на гитаре, заходя на поле Джона Калтрейна. Я не говорю о тех, кто знает и любит и слушает Джона Калтрейна. Я говорю о любителях рок-музыки, которые вот это прочитали, играя типа Джона Калтрейна. А Джона Калтрейна никогда не слушали в жизни. Но знает, что это такой саксофонист был когда-то. И это уже хорошо. Ну а для тех, кто не слышал никогда эту музыку и вообще говорит, что не любит джаз и не понимает джаз, я могу сказать следующее, что понимать там нечего вообще. Не надо ничего понимать. Надо просто слушать и все. И тут же начинаются такие ответы, что это сложно, это в этом надо разбираться, это надо прочитывать, знать ноты, там, музыкальную грамоту, иначе ты ничего не поймешь. Ну, что я могу сказать? Если эти люди считают, что все те, кто ходят на концерты классической музыки, в филармонию, там, в консерваторию, в другие концертные залы, что все они приходят с партитурами и сверяют услышанное с написанным, и прекрасно знают музыкальную грамоту, и в ней разбираются, и читают ноты, и являются большими специалистами в этом деле, то вряд ли. Вряд ли, вряд ли. Я скажу даже больше. Все те, кто ходят на рок-концерты, не все, конечно, но большинство из тех, кто ходят на рок-концерты и слушают рок-музыку, на самом деле вообще мало что понимают в том, как эта музыка записывается, как она написана, как что играется, и как двигаются фейдеры на пульте. Однако это не мешает и тем, и другим, и всем прочим наслаждаться и классической музыкой, и рок-музыкой, и джазом, и этникой, и эмбиентом, и чем угодно, чем угодно. Вплоть до шансона. Те, кто слушают шансон, тоже не все из них сидели в тюрьме, на самом-то деле. Поэтому не надо ничего понимать. Хотите понимать, учитесь. Двери открыты. Тем более, что есть интернет, где можно самостоятельно освоить какие-то адзы. А музыка создана не для того, чтобы ее понимать. А музыка создана для того, чтобы ее чувствовать и получать эмоции. Испытывать себя, испытывать себя в новых путях, в области духа. Ну, на самом деле, конечно, получать эмоции и менять свое настроение. Когда нам этого хочется. В принципе, вообще, чтобы получать удовольствие. Вот, на, я нашел. Нашелся. Чтобы получать удовольствие. Музыка приносит такой кайф, такое удовольствие. Все мы слушаем музыку не для того, чтобы ее изучать. И что-то там искать. А для того, чтобы получать кайф. Получать кайф. Воспарять. Как вот от этой пластинки можно спокойно воспарить. Легко и просто. Это 1961 год. Год записи. Вышел альбом в 1962 году. Изумительный состав. Джон Калтрейн. Сопрано и тенор-саксофоны. Джордж Лейн. Который, на самом деле, Эрик Долфи. Эрик Долфи здесь не написан. В силу контрактных обязательств не разрешила рекорд-компания обозначать, что здесь играет Эрик Долфи. Он выступил под псевдонимом Джордж Лейн. Флейта и альц-саксофон. Фредди Хаббард. Труба. Обязательно отдельно мы поговорим. Маккой Тайнер. Фортепиано. Обязательно отдельно поговорим. Кстати, про Тайнера есть ролик один уже в плейлистах. Посмотрите. Я очень люблю этого. пианиста. Точнее, музыку я люблю. С ним я не был знаком. Никогда. Регги Уортман. Бас. Арт Дэвис. Еще один бас. Два контрабаса здесь играют. Иногда одновременно. Точнее, чаще всего одновременно. Что очень интересно. И Эллен Джонс. Ударные. Как я уже сказал, вышел альбом в 62-м году. И состоит из трех композиций всего. Первая называется Оле. На первой стороне 18 минут с лишним. Дахоми Данс. Открывает вторую сторону. И Айша закрывает вторую сторону. С чего начать? С воспарения или не с воспарения? Ну, начну с конца. Начну с Эйши. Если кто вообще в джаз никогда не заходил, то вот послушайте это полотно. Эйша. 7.37. Оно идет. Написал его Маккой Тайнер. Играет, конечно, вся группа. И это такая почти классическая джазовая баллада. Очень красивая. Настолько красивая. Настолько романтичная. В чистом виде. Настоящая романтика. Вот ее слушаешь. Начинается фортепиано. Естественно, потому что Маккой Тайнер написал. Он зачинает это дело. Вступает саксофон Калтрейна. И вот мы идем осенним днем по Нью-Йорку, по Парижу, по Берлину, по Санкт-Петербургу, по Москве. Где-то там в районе, ну не знаю, в районе Патриарших. Но при этом, чтобы там никого не было вокруг. Что невозможно, на самом деле. Ну или по Бульварному кольцу где-нибудь там в сторону Майориной Рощи. Куда-нибудь туда. В районе Театра Советской Армии там примерно. Ну, чтобы вокруг никого не было. И вот эта вот романтика, одинокая прогулка, саксофон. Труба, фортепиано, соло Маккой Тайнера. И вот такая романтическая прогулка. И вдруг взрывается, взрывается пассажем труба. И такое ощущение, что мимо проехала машина и обрызгала из лужи водой. Такие невероятные пассажи Фредди Хаварда. И после этого мы сворачиваем куда-то, потому что нас обрызгало из лужи. И оказываемся на людной улице, где красивые, кайфово одетые, модные, молодые парни и девчонки. Туда-сюда ходят, туда-сюда. И мы смотрим, и начинается вот эта вот музыка. Музыка саксофон, с трубой, с фортепиано. Две басухи, в смысле контрабаса. И такой праздник жизни. И вот этот праздник нас засасывает. Мы вместе с толпой сворачиваем куда-то за угол, куда-то идем, идем, идем. Оказываемся в маленьком ночном клубе. И там играет Маккой Тайнер на фортепиано. И мы в этом клубе сидим и слушаем замечательную романтическую балладу, продолжение того, что было в самом начале. Ну, а в конце входят веселые ребята с трубами и саксофонами. И задают все вместе финал настоящей джазовой. Жизнь продолжается очень здорово. Это я вам рассказал то, что мне представляется при прослушивании композиции Эйша. Вот это последний номер на альбоме. Если переворачиваем пластинку на первую сторону, оле, вот эта песня. 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 Ну, по-английски так и читается сонка, если говорят о джазовых композициях. Вот эта пьеса. В 18,5 минут она пролетает как один миг просто. Потому что погружаешься в эту медитацию, в это путешествие по испанской Сахаре. Испанский сегмент Сахары. Да, западная Сахара. В 1800 каком-то году Испания взяла под контроль участок Сахары. Потом там были восстания аборигенов и прочее, и прочее, и прочее. Но, тем не менее, испанская Сахара. И мы под два аккорда Маккоя Тайнера. Испанские. Испан-испано-арабские, я бы сказал. Это такая гармония испано-арабская. И мы вот так вот, то ли на верблюде, то ли пешочком, начинаем путь через эту Сахару. Играет саксофон Калтрейна. Обыгрывая мелодию, обыгрывая... Задав, как всегда, мелодическую фразу. И обыгрывая ее с разных сторон, как угодно. Движемся, движемся, движемся. Саксофон затихает. Начинается флейта. Начинается партия флейты, которую играет Эрик Долфи. После флейты начинается фортепиано. В общем, все последовательно. Хотя и быстро. Играют быстро. Сложно. Ну, что значит сложно? Не сложно. Просто много нот. Вот ничего, для слуха ничего сложного. Полный кайф. То есть, вот все это, все это так вот. Вокруг мелодии, вокруг мелодической фразы крутится. И идем с фортепиано. И дальше вдруг начинается какая-то песчаная буря. Все начинают играть. И духовые, и струнные, и два контрабаса начинают играть. Но при этом это испанская Сахара. И контрабас с мычком изображать кастаньеты. Или это мне кажется, что это кастаньеты. Может быть, это не имелось в виду. Но звучит так, какие-то вот эти вот кастаньетные штуки начинают пролетать. И потом просто какой-то авангардный уже раскачка. Потому что песчаная буря, все, ничего не видно. Война в Крыму. Извините, все в дыму, ничего не видно. Как говорили, да, раньше наши бабушки и дедушки. И два контрабаса там выдают со смычками. Какие-то адские звуки, просто чудовищные. Эти вылезают. Эти самые черви из песка пустыни. Вот эти гигантские, фантастические. Но потом все успокаивается. Все успокаивается. И мы продолжаем путь с композицией Оле дальше. Очень красивая, живописная музыка. А вот Де Хоми Дэнс, первая на второй стороне вещь, вот там момент просветления, духовного экстаза. Он в полный рост. Немножко такая африканообразная, немножко, чуть-чуть совсем пьеса, ритмическая, естественно, раз африканская, с очень хорошей мелодией. И фортепиано, и саксофон, все очень хорошо и более или менее спокойно. Какой-то такой танец, но достаточно не экстазный, не экстатический. В рамках разумного такой. И вдруг прорывается соло-трубы, которая раскрывает горизонты. То есть мы смотрим кино на экране, да? И экран вот так вот раздвигается, раскрывается. И вот это соло-трубы Фредди Хаббарда, оно уводит нас за грани, за пределы, за рамки гармонии, за конечную линию мелодии. И все это оказывается невероятно красиво. Можно и так, можно улететь за гармонию, можно изменить мелодию. И оказывается, что можно шире звучать и интереснее. И это демонстрация того, что музыка просто бесконечна. Бесконечна. Просто надо поймать ход, способ выйти за эти рамки. Это никакой не авангард, никакая не какафония, не тональность. Это действительно безумно красиво. В общем, вот такая история всего-навсего джаз, которого многие боятся почему-то. Не надо ничего бояться. Сходите, послушайте Вагнера, там, филармонию, не знаю, или Джона Калтрейна дома у себя. И страх уйдет. Страх уйдет и придет желание, что? Правильно, выпить. Что я сейчас и сделаю. Пока. До новых встреч.